А сейчас давайте вместе порадуемся удивительному второму Вайрагья стиху, который, в общем-то, на устах у всех Вайшнава всегда. Парикшуту Махараджу он очень нужен, чтобы понять, как именно его драгоценный гуру ведет его за руку к осознанию, параматмы в сердце, учитывая, что у Парикшуту Махараджу время на эту духовную практику очень ограничено. Итак, полностью перекрыть желание наслаждаться этим миром. Удивительная шлука. Тираниким патхинасам тидышан тибрикшам наивангхарпах парабратах саритоп яшушян Рудхагухах кемаджитуватину пасанан Касмат бхадян тыкваю дхана дурмадан дхан Итак, это очень радикальные подходы. Это не предложение только Парикшуту Махараджу, это требование, это обязательное требование к тому, кто хочет утвердиться в осознании трансцендентного. Давайте же послушаем перевод. Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве реки пересохли и больше не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены, а всемогущий Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Зачем же тогда ученые и мудрецы льстят тем, кто пьянен богатством, заработанным тяжелым трудом? Итак, сила Парупада в комментарии вдохновляет всячески любого человека на то, что любой может стать бесстрашным и честным, если очистит свое существование, исполняя предписанные для своего уклада жизни обязанности. Выполнил ли свои обязанности Парикшит Мхарать? Да, он винтял себя славой, как великий император всей земли. Он всю свою жизнь, жизнь императора, провел так, как хотел того Господь Кришна, и так покрыл себя неувядающей славой, даже как император. Да, он наслаждался всеми возможными удивительными радостями материальной, даже мирской жизни. И в то же время он никогда не забывал выполнять преданное служение Господу, ибо для того, чтобы добросовестно выполнять свой долг, человек должен с верой внимать наставлениям вед, и не только это. Усваивать суть ведической мудрости можно только в процессе преданного служения, иначе звуки остаются просто звуками. Если они не проникают в самую глубину сердца человека, они просто остаются вибрацией в эфире. Выполнял ли преданное служение Парикшита Махараджа? Да, конечно, всю свою жизнь, с самого своего явления на свет. Он искал Верховного Господа, искал возможности, всех возможных вариантов удовлетворения его. И так Шукады Вагасвами переподтверждает то, что служение Парикшита Махараджа принято. Осознав это, говорит он дальше, человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Сверхдуша – это всемогущая личность Бога, вечная и безграничная, поэтому она является высшей целью жизни, и поклоняясь ей, можно устранить причину обусловленности своего существования. Итак, как же устранить причину обусловленности? Нужно следовать наставлениям удивительных личностей, таких как Шрила Шукады Вагасвами, которые помогают нам очень строго следовать указаниям Бога Откровенных Писаний, в первую очередь Шри Бхагавату Пурана. Теперь предпоследний стих, предваряющий излияние экстатических эмоций, Шрила Шукады Вагасвами при созерцании сверхдуши. Параматно. Шрила Шукады Вагасвами купирует, пока держит под контролем свой экстаз, потому что ему это очень нужно, ему обязательно донести послание до Парикшида Махараджи в целостности, и он не имеет права пока погружаться полностью в счастье содержание Господа в сердце. Он медленно на тормозах всплывает вместе с Парикшида Махараджи в океан Ананды. Кто, кроме закоренелых материалистов, откажет размышлять о трансцендентном и прелеститься приходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своих действий. Еще одна удивительная психологическая вещь Парикшида, его гуру напоминает о том, что не только он связан кармическими последствиями своих действий, и потому ему предстоит отстрадать уход из материального мира, в данном случае уход из этого тела, пока Парикшида Махараджи ни в чем не уверен по поводу своего ухода. Итак, Шукатвайга с вами раздвигает границы до бесконечности. Он объясняет Парикшиду, что все люди тонут в пучине страданий, и все на себе испытывают кармические последствия своих действий. И Парикшида Махараджи укажет им путь избавиться от них. Своим примером вдохновляю всех и каждого. на то, что абсолютно все могут вырваться из сетей Майи. Это очень замечательное вдохновение. Псила Прабхупады пишет в комментарии, что в материальном мире счастливых людей нет. В этой темнице страдают все, расплачиваясь за свои прошлые поступки. Господь бесстрастно взирает на все страдания живых существ, но того, кто хочет найти убежище его лотосных стоп, он берет под свое покровительство и забирает к себе домой. И сейчас мы прочтем этот стих, который распахивает дверью в экстатическую медитацию, чтобы наша следующая лекция была уже не неожиданностью, а просто хорошей, хорошо подготовленной, вымощенной дорожкой к острову и даже к материку счастья в океане Ананды. Итак, другие сосредотачивают свой ум, находящийся в области сердца личности Бога, величиной не более пяти. В четырех руках он держит лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу. Итак, описание Верховного Господа следует, что когда Бога с вами рассказывает, сейчас будет рассказывать о очень-очень дорогих деталях этой формы Господа в сердце. И он уже совершенно точно повел Парикшата Махараджу в состоянии очень глубокой медитации, в которой он может увидеть сначала своими ушами, увидеть параматум. Это должно предварить его медитацию. Ведь слушая Агору, напиваясь нектара, его реализованного знания, Парикшат Махараджи сейчас пропитывается способностью медитировать. У него немного времени, он не может себе позволить многожизненную стезю, даже многолетнюю стезю. У него 7 дней, и потому ему выдаются в огромном объеме вся милость.